МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пекин просыпается рано. Так было тысячу лет назад, так будет, наверное, тысячу лет спустя. Потому что традиция – это не только и не столько старинный городской антураж, его-то здесь, к сожалению, все меньше и меньше. А прежде всего – мироощущение, которое выражается во всем, даже в заурядном занятии физкультурой. Она как была формой медитации, так ей и осталось. Что бы ни происходило вокруг, какая бы эпоха ни стояла на дворе – эпоха Мин, эпоха Мао, эпоха Дэн Сяопина или индустриальная эпоха современного Китая, главная проблема которого – как пригасить чересчур бурный рост. Пока одни усердно занимаются ушу и другими видами традиционной гимнастики, другие читают газеты, а третьи начинают утро с посещения книжного магазина. Это тоже своего рода медитация, только не физическая, а интеллектуальная. Большинство наших соотечественников знают о Китае три вещи. Что здесь жил Мао Цзэдун, что здесь была культурная революция и что здесь казнили банду четырех. Мао Цзэдун никуда не делся, так же, как, впрочем, и Дэн Сяопин. О культурной революции большинство китайцев забыло, потому что современный Китай – это прежде всего гигантская машина по переработке информации. Чита здесь начинают рано утром, заканчивают поздно вечером, читают все подряд, читают все, потому что только так можно вписаться в глобальную цивилизацию. Утренние посетители главного пекинского книжного магазина – в основном студенты. Те, у кого много надежд на будущее и мало денег в настоящем. Они используют книжный магазин как избу читальню. Здесь можно найти все – от мертвых душ до биографии Гитлера. И от старинных репродукций до альбома путинских фотографий. Классики марксизма Мао Цзэдунизма на почетном месте, но, кажется, сегодня они мало кого волнуют. Самое дефицитное место в книжном магазине – угол. За день можно прочесть необходимую книгу и завтра прийти за новой. Учить письмо в хороших китайских семьях всегда начинали с младенчества. В знатных семьях детям дарили не серебряные ложечки, а письменные принадлежности и рисовую бумагу. В древности, чтобы получить классическое образование, полагалось за 12-13 лет выучить наизусть конфуцианские каноны. А это – 400 тысяч иероглифов. Главным в череде испытаний на должность императорского чиновника был литературный экзамен. Того, кто успешно проходил испытания, называли Цзиньши – продвинувшийся муж. Сейчас бы сказали – продвинутый. Национальная библиотека Китая, здесь все ее привычно называют Пекинской национальной библиотекой, крупнейшая в Азии. В 2004 году ее собрание насчитывало больше 24 миллионов книг. До 700 тысяч новых поступлений в год, 13 тысяч читателей ежедневно, 30 читальных залов. Народ стекается сюда за полчаса до открытия, с термосами, бутербродами, на весь день. Что такое очередь за едой, одеждой и бытовой техникой, новое поколение китайцев, слава богу, уже не знает. Очередь за информацией – дело иное. В 20 веке распался императорский Китай. Появился Китай республиканский. А книга по-прежнему оставалась главной ценностью. Последним крупным решением последнего императора стало учреждение в 1909 году Пекинской национальной библиотеки. Первым крупным решением первого республиканского правительства стало основание в 1912 году библиотеки столичного университета. В том же году Пекинская национальная библиотека была открыта для посетителей. В начале 20 века Китай жил с оглядкой на Англию. Для послевоенного поколения китайцев ориентиром был Советский Союз. Книги для библиотеки закупали в основном русские. Сегодня ориентир для большинства молодых продвинутых китайцев, а ниже продвинувшиеся мужи Америка, Европа, Гонконг. На улице к вам запросто могут подойти студенты и заговорить по-английски. Такая практика предписана учебным планом. Примерно половина книг, поступающих в Пекинскую библиотеку, это западные издания. Китайская молодежь начала 21 века с такой же жадностью впитывает любую доступную информацию, с какой впитывала ее молодежь 50-х годов. Просто информация разная. И разные способы ее хранения. Есть читатели, предпочитающие традиционные книги, которые можно подержать в руках. Но есть и те, кому нужно как можно скорее найти нужды. Их привлекают электронные способы. И сейчас, с развитием интернета, мы стараемся подключить и эту форму передачи информации читателю. Раньше в библиотеке были только деревянные каталожные ящички. Они и сегодня никуда не делись, но давно уже действует и электронный каталог. Понять, как им пользоваться, как действует библиотека, какую роль она играет в современном Китае, нам поможет профессор Ли Иннань, по-русски Инна Ли. То, что именно она оказалась нашим китайским вергилием, не случайно. Новейшая китайская история прошла сквозь жизнь семьи Инны Ли. Где-то там, у самых истоков, крушение традиционного императорского Китая, республиканская революция, русский Харбин и английский Гонконг. Отец Инны Ли, Лили Сань, революционер, а затем профессиональный политик, в 30-е годы оказался в Советском Союзе. Здесь он познакомился с Елизаветой Павловной Кишкиной. При снопамятном 37-м они поженились. Русско-китайская семья, вполне в духе времени. В духе времени было и все остальное. Работа в издательстве иностранной литературы, Коминтерн, арест, сталинская тюрьма, затем непосредственное участие в создании КНР. Рождение дочерей, тихое счастье, подгрозные звуки песни Сталин и Мао смотрят на нас. Какую книжку будем заказывать? Я бы хотела посмотреть, что-нибудь лихачу. Давайте. Помочь вам? Я думаю, наверняка есть. Ну, давайте. Помогите. Давайте попробуем. Вы же читаете по-русски? Нет. К сожалению, по-китайски нет, по-русски точно читают так. Так что давайте. Нажимаем. Окей. И пошло. Вот здесь вот это китайзычное. У меня ведь 7 изданий в китайском языке и 14, скажем же, на иностранных языках, видимо, не будет. И что вот дальше происходит? Вы отправляете заказ, да? Да, я прямо отправляю заказ, отсюда вот нажимаю, да, подтверждаю, и потом, значит... И ждем. И ждем. А потом пойдем заказывать в вашем каталоге, который вы пользуетесь. Да, и, кстати, здесь есть некоторые очень интересные издания, даже 19 века, и их выдают на руки. Я их даже на дом брала. На дом? Именно в старом каталоге хранятся карточки книг, которые библиотека получала после 49-го года, в романтический период русско-китайских отношений. Счастливым и романтическим было это время и для родителей Инны Ли. Они верили, что участвуют в создании новой цивилизации, где русский с китайцем – братья навек. Переехав в Пекин, Елизавета Павловна получила китайское имя Ли Шао. Она стала основательницей современной китайской русистики. Лили Сань был секретарем КПК, министром, одним из руководителей молодой республики. Казалось, книга жизни открыта на счастливой странице. Но не даром настольная книга китайцев – книга перемен. Впереди семью Инны Ли ждали тяжелые испытания. Вот это здесь, видите, посмотрим принципы. Это очень интересная книга 19-го века, известного китаиста Георгиевского. Сейчас, думаю, принципов очень много. Вот здесь. А, вот. «Принципы жизни Китая. Санкт-Петербург, типография Скороходова, 1888 год». Заказываем. Заказываем. Хорошо. Китай сегодня меняется бурно, фантастически. Но многие из принципов его жизни остаются неизменными на протяжении столетий. В библиотеке о них напоминает все. Даже собрание древних манускриптов, которыми гордится пекинская библиотека. Тут чувствуется почти религиозный трепет в отношении к рукописному тексту. В прошлом году мы провели мероприятие в целях повышения интереса к своей культуре и ее традиции. «Мы обратились к рядовому читателю с просьбой помочь в реставрации древних книг. При этом каждый мог выбрать себе книгу, для которой он сможет отдать свои средства. И это мероприятие продолжалось всего два часа. За это время мы собрали все необходимые деньги. При этом самому младшему читателю, который принес деньги, было всего 12 лет». Одна из самых древних рукописей в собрании Пекинской библиотеки – знаменитый свиток начала XIII века. Трактат о правильной высадке риса. Всего здесь 4000 таких свитков. 16 тысяч рукописных книг до Суньского периода. И 30 тысяч надписей на пластинах из черепашьего панциря. Как ни болезненно это для нашего самолюбия, но китайцы изобрели книгопечатание раньше европейцев. Примерно половина всех сохранившихся печатных книг до Гутенберговской эпохи находится именно здесь, в Пекинской национальной библиотеке. Среди прочих сокровищ собрания – оригинал договора о границе с Россией. Съемки в библиотеке проходили еще до того, как споры о нынешней демаркации российско-китайской границы были урегулированы. Так что, наверное, этот раритет гостям из России показывали с каким-то политическим подтекстом. Но эти подтексты нас не интересовали, в отличие от культурных контекстов. Есть такое понятие у библиотекарей – путь к книге. Схема ее движения – от оформления заказа до получения на руки. Кажется, трудно себе представить что-нибудь более скучное. На самом деле, теперь это сфера высоких технологий. И в том, что касается транспортировки, и в том, что касается взаимоотношений читателя и библиотекаря. Инна Ли предъявляет магнитную карту, на которой почему-то эмблема крупного китайского банка. Библиотекарь карту прокатывает и лишь после этого принимает письменный бланк заказа. Стержнем китайской цивилизации всегда была элитарная книжная культура, а злым духом – раскультуренная невежественная толпа. Разрыв, зияние между образованной элитой и раскультуренной массой так и не удалось заполнить. Отец Инны Ли делал ставку на просвещение. Он даже сам занимался переводами русских книг на китайский язык. Мао делал ставку на толпу. С 1962 года вокруг семьи Лили Саня образуется вакуум. В 1967-м Хунвейбины создали организацию по борьбе с Лили Санем и его, как тогда говорили, третьей антипартийной линией. Он был арестован, затем арестовали и семью, в том числе Инну Ли. А вскоре фактически была закрыта и Пекинская национальная библиотека. Культурная революция переехала в вашу семью, как мы знаем, да, там просто трагедия семейная. Но ведь это была трагедия в том числе и для русистов, да, для интеллигенции в целом. Это вообще для интеллигенции в целом, для всего народа в целом. И для тех, кто учился в России. Конечно, это сразу как бы подозрение в том, что ты там связан с советским ревизионизмом, что ты там что-то делаешь такое нелояльное, нехорошее. И вообще в то время люди старались не говорить на иностранном языке и на русском языке. Но у нас был такой, конечно, печальный период, когда уже я, мы с сестрой вышли из тюрьмы, нас послали в деревню и нам прямым текстом сказали, вы между собой по-русски не говорите. Мы, естественно, хотели знать, о чем мы с ним говорим. Но мы потихонечку, если мы оставались наедине, мы тихонечко говорили по-русски. И я, конечно, очень боялась, что забуду русский язык и старалась думать по-русски. Я помню, когда я тоже была уже в деревне, вдруг среди практически макулатуры нашла учебник русского языка. Я с таким восторгом держала его в руках. Я его спрятала и потихонечку читала, потому что там были отрывки из произведения русской литературы. В годы культурной революции в Пекинскую библиотеку можно было попасть только по специальным разрешениям. В Китае издавались лишь красные цитатнички Мао. Утонченная китайская культура была объектом ненависти Хун Ви Бина. Личные библиотеки гонимых профессоров уничтожались. Но Лили Сань был не профессором. Он был партийным лидером. В соответствии с бюрократической традицией, после его ареста домашнее собрание книг было аккуратно опечатано и отправлено на склад. Книги удалось вернуть. Самого Лили Саня нет. Лишь в 1982 году Дэн Сяопин добился реабилитации Лили Саня и встретился с Ли Шао, Елизаветой Павловной Кишкиной. В конце 70-х при Дэн Сяопине Пекинская национальная библиотека вновь открыла свои двери читателями. Было построено новое здание на северной окраине, поскольку в старом, уютном, в центре, но маленьком стало тесно. С Советским Союзом отношения оставались натянутыми. И, как ни странно, в главной библиотеке коммунистического Китая запросто можно было заказать русскую книгу, изданную иммигрантским посевом, или имкопресс. А свежую продукцию издательства «Советский писатель» или художественной литературы не было. Младшее поколение китайцев было заново перенацелено на приобретение полноценных знаний. Оно получило своего рода код доступа к информационной цивилизации. Это вот тут, смотрите, какая старая книга. Вот она. В принципе, уже не Китай. Китай, Сергей Георгиевский. Санкт-Петербург, 1608 год. И прежнее название библиотеки. Китай. И иероглифы где-то там сзади мелькали. Да, рукописные тогда еще, видите, не было набора русского. Это все вот иероглифы. Ну тогда будем дожидаться книги в читальном зале. На ум, идем, вот так, я хочу, так, да. А все, все, все. 4 июня 1989 года студенты, образованные, прозападно настроенные, зеркальная противоположность кунгвейбинов, вышли на главную площадь страны Тяньаньмэнь. Место символическое. Рядом и запретный город, древние обители императоров и мавзолей Мао Цзэдуна. Куда должен двигаться новый Китай? В прошлое или в будущее? На запад или по-прежнему вглубь себя, на восток? Пассивное противостояние завершилось трагически. Вводом войсковых соединений, танков, гибелью сотен студентов, арестом или высылкой активистов. Все помнят, как Академик Сахаров в трибуны первого съезда народных депутатов требовал немедленно разорвать отношения с Китаем из-за трагедии на площади Тяньаньмэнь. Между тем, эта трагедия только потому и произошла, что через Китай проходит линия разлома между информационной цивилизацией и коммунистической империей, между теми, кто читает Стейнбига и Роману Лис, и теми, кто продолжает читать Мао, между прошлым и будущим. Казалось, 4 июня 1989 года выбор был сделан в пользу прошлого. Но будущее оказалось сильнее. Развернуть страну назад, к маоизму, не удалось. Как не удалось и решить главную китайскую проблему – преодолеть пропасть между образованным верхом и невежественным низом. Слишком много сегодня тех, кто выпал из информационного поля. Они на обочине. Шансов подняться со дна у них никаких. Китай – страна несентиментальная. Кто не успел, тот опоздал. Но удастся ли без новых катастроф и потрясений продолжить путь вперед? Как ни странно, многое зависит от национальной библиотеки. Она здесь не только фабрика памяти, но и один из мощных адаптеров, который приспосабливает достижения мировой культуры к реалиям сегодняшней китайской жизни. У нас существуют тесные отношения практически со всеми крупнейшими библиотеками мира, библиотеками основных университетов. С библиотекой Конгресса США, с Британской библиотекой, с библиотекой Японского парламента, с Книжным департаментом Сингапура и, конечно, с Государственной библиотекой России. Вы знаете, вот у нас, пожалуй, трагический период культурной революции был тот самый, когда все девальвировалось. И, наоборот, образованные люди все попали под подозрения, и образование вообще потеряло полностью всякий смысл. Был такой период. Но сейчас, с счастью, это все восстановилось, потому что я считаю, что в Китае очень глубокие традиции образования, тысячелетные. Ведь вы знаете, что благодаря вот этой системе температурских экзаменов, даже чиновники, премьер-министры в императорском Китае, они должны были иметь прекрасный уровень образования. Вот эти вот традиции, уважение к учителям, это все восстановилось и помогло поддержать вот эти вот интересы к образованию. Поэтому сейчас, конечно, молодежь, она стремится учиться. Но, конечно, соображения разные. Есть интерес к знаниям, а есть карьерные соображения тоже. Вот вы говорите, можно ли быть обеспеченным человеком? Ну, как сказать, может быть обеспеченным еще можно, потому что у нас вот есть, скажем так, первое поколение наших народных капиталистов, или богатых китайцев, которые сделали без образования. Деньги. Но, сделав эти деньги, они сейчас вкладывают их в детей. То есть они хотят, чтобы дети получили хорошее образование. Не только в Китае, но даже за рубежом. Поэтому я считаю, что уже второе поколение вот этого, новых китайцев, оно, конечно, будет образованным. Ты можешь вообще весь рынок мировой программирования поровну поделить между китайцами, индусами и русскими. Ну, видите, как это, конечно, хорошо. А как живет современный профессор? Сколько он получает? У него какие-то есть льготы? Государство ему помогает, не помогает? Вы знаете, у нас мы тоже очень долго были бедными, интеллигенции наши. Вот даже когда с началом реформ, когда был Дантья Пин Лулин Лолунг, обогащайтесь, первыми стали обогащаться неинтеллигенты. И пришлось нам подождать. Вот где-то, может быть, прошло 15-20 лет сначала реформ, когда уже был наработан какой-то ресурс материальный, государство нашло возможность повысить оклады. И вот последние где-то 4-5 лет особенно заметно у нас все это улучшилось. Улучшилось и положение сотрудников библиотеки. Сегодня их средняя зарплата 3000 юаней, примерно 400 долларов, что для Китая очень серьезные деньги. Тем временем книги, заказанные Инной Ли, подобраны. Русское хранилище расположено не в подвале, как обычно, а на верхних этажах. Собственно, путь книги от библиотекаря к читателю завершен. Остается электронным образом оформить получение заказа и читальный зал. История семьи Инной Ли пересекается с историей Пекинской библиотеки и напрямую связана с судьбой книги в Китае. Сама Ли Иннань сейчас переводит современную русскую литературу. Ее сыновья, киношники, вовлечены в производство телевизионных экранизаций, которые пользуются здесь колоссальным спросом. Мы сейчас начали переводить книги в цифровой формат, чтобы не только китайские, но и зарубежные читатели могли в интернете познакомиться с этими книгами. Это бесплатная услуга. Библиотечный день закончен. Читатели покидают здание Пекинской библиотеки так же организованно и дисциплинированно, как утром в него входили. Но если утром главная задача была оказаться первым в очереди за информацией, то вечером каждый хочет быть последним. А ведь, казалось бы, есть куда спешить. Жизнь в вечернем Пекине весьма бурная. Страна, еще два десятилетия назад питавшаяся в основном рисом и распределявшая продукты по карточкам, забыла о том, что такое голод. По крайней мере, в крупных городах. Какова закономерность современного мира? Денежные потоки и потоки информации притягивают друг друга. Торговые улицы освещены допоздна. Коммунистические вожди торговле давно не помеха. Они стали просто зрительными образами, брендами, знаками с отсутствующим значением. Пока мы гордились величием своей истории, китайцы просто читали, обдумывали прочитанные и перерабатывали реальность их окружающую. У нас часто любят говорить о китайском коммунизме с человеческим лицом. Но, как заметил один российский историй, куда бы мы ни посмотрели в 21 веке, всюду с китайцами связан успех. Гонконг – успех, Тайвань – успех, Китай – тем более успех. Может быть, дело не в китайском коммунизме, а в самих китайцах? Город в движении. Люди продолжают впитывать информацию. У дверей книжного магазина – почетный караул. Продавцы – в таких же белых перчатках, таких были сотрудники хранилища старинных свитков. Завершается день. Путь книги продолжается. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok